Это пульс дня и мы продолжаем. Журналистскую организацию репортеры без границ представили в кандидаты на Нобелевскую премию мира. Это крупнейшая из ныне существующих неправительственных структур. Ее основной принцип право человека на получение информации и информирование других незыблемо. Существует целый ряд организаций и отдельных лиц, которые выступают против журналистов. Они препятствуют профессиональной деятельности журналистов, а иногда и вовсе нас убивают. Представители разных мафий преследуют журналистов-расследователей. Есть религиозные фанатики, которые вместе с экстремистскими группировками на нас охотятся. Их цель – заставить журналистов замолчать. Репортеры без границ защищают независимых журналистов, которые подвергаются преследованиям в таких странах, как Беларусь, Мьянма, Турция и даже Соединенные Штаты. К этому списку можно смело добавить и Россию. На этой неделе стало известно. Журналист-расследователь Роман Доброхотов стал объектом интереса ФСБ. В квартире его родителей спецслужбисты провели обыски. Доброхотову инкриминируют так называемое незаконное пересечение границы. Сейчас он, к слову, находится за пределами России. Федеральная служба безопасности утвердила перечень сведений, не составляющих государственную тайну, которые могут быть использованы против безопасности. Приказ ведомства датирован 28 сентября. Он был размещен сегодня на портале нормативно-правовых актов. Создание такого перечня предусмотрено поправкой к закону о так называемых инагентах. Собственно, поправка была принята в конце 2020. Согласно вот этой отредактированной версии, в случае целенаправленного сбора сведений, включенных в этот перечень, либо физическое лицо, как граждане России, так и другого государства, должен самостоятельно обратиться в меню с заявлением о его включении в реестр инагентов. Если он этого не сделает, ему грозит уголовное преследование. Всего в перечне 60 пунктов, среди которых, ну, кроме всего прочего, есть, например, такие, как сведения о прогнозах развития военно-политической обстановки. Размытое не конкретно. Сведения о дислокации вооруженных сил и армии, численность полиции, военных следственных органов, Следственного комитета, прокуратуры, воинских подразделений противопожарной обороны и много чего еще другого. Также фигурируют сведения о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении воинских частей, формировании прочих органов. Сведения о прохождении гражданами России военной службы. И тут привет срочникам на Донбассе, о которых говорили в 2014 году. А также персональные данные о военнослужащих и членах их семей, информация о закупках проводимых армии, товаров, работу, слуг для нужд войск, в том числе сведений о единственных поставщиках товаров, работа, услуг. К разговору подключается главный редактор проекта СОТА Алексей Обухов. Алексей, здравствуйте. И вот первый вопрос. Вам не кажется, что таким образом, во всем этом перечне, который мы сейчас наблюдаем, получается, что про армию, полицию нельзя писать, снимать и говорить по радио решительно ничего? Потому что выходит, что силовики это нечто такое, что должны теперь по задумке Кремля находиться вне пределов независимой журналистики, но только федеральный телеканал, либо какая-нибудь там звезда, вот им, наверное, оставят такое право. Да, добрый вечер. Смотрите, там вот в этом самом подзаконном акте ПСБ есть один очень любопытный аспект. Там есть фраза «может быть». То есть все то и все остальное, что вы перечисляли сейчас, это может быть поводом для признания иностранным агентом, а может и не быть. И на славу последние годы законы в России пишутся так, ну и подзаконные акты тоже, чтобы оставить простор для творчества чиновника. Вот здесь хочу, здесь не хочу, здесь признаю, здесь не признаю. Этим можно, этим нельзя. Естественно, что к классическому, скажем так, законодательству, юриспруденции, все это имеет ровно никакое отношение. Речь идет исключительно о произволе. И я бы не сказал, что теперь нельзя писать там об армии, полиции и так дальше. Писать-то можно просто соблюдая определенные, ну скажем так, предосторожности. Раньше мы все знали авторов тех или иных материалов, то теперь, скорее всего, эти материалы будут выходить более или менее анонимно. Или более или менее из-за границы. Или более или менее так, чтобы к их авторам нельзя было прийти домой с опыском. Я думаю, что уже в ближайшем будущем мы увидим усиление той тенденции, которая была последние годы, опять же. То есть многие редакции уезжали за границу, ну та же «Медуза», да, тот же «Инсайдер», кстати, который зарегистрирован за границей. Многие редакции будут просто избавляться от офисов, да, чтобы туда не пришли в 6 утра. Многие редакции будут скрывать имена своих сотрудников, кстати, как происходит сейчас в том же «Инсайдере». То есть это все постепенно будет усиливаться. И вот это разделение на СМИ, которым не страшно, потому что они все сплошь государственные и правильные, и СМИ, которые становятся все более и более подпольными, оно будет только усиливаться. Алексей, вот вопрос по поводу инагентов. Да, мы сейчас видим, что добавились некоторые новые редакции, даже, ну не совсем редакции, потому что проект УВД «Инфо», это как и информагентство, специализирующееся на уголовных административных преследованиях политического характера, так еще и большой корпус правозащитников, адвокатов, которые работают с людьми, ну, например, задержанными на митингах. На ваш взгляд, вот сейчас составление этих списков, оно имеет какие-то пределы? Либо есть какое-то решение, по которому все, что считается более-менее неподконтрольным Кремлю, должно оказаться в банлистах? Да, смотрите, то опять же нужно объяснить. Значит, сейчас иностранным агентам, вот такой организацией иностранным агентам, может быть признано все, что угодно. То есть буквально собрание друзей на кухне вечером за чашкой чая тоже может быть признано организацией иноагентом. Как это может быть? Дело в том, что в закон внесено новое понятие «незарегистрированная организация иностранный агент». То есть раньше для того, чтобы вас признали иностранным агентом, вы должны были пройти определенную регистрацию в Минюсте, собрать пакет документов, ну и так далее, и так далее. Сейчас, соответственно, вам нужно просто показаться какому-то чиновнику организации. Вот в этом списке, новом списке, подчеркиваю, сейчас две таких организации. Это, собственно, «Голос», который нигде не был зарегистрирован в последнее время, но это реально организационный был кружок по интересам. И это сейчас тот самый медиапроект, как выражается государство ОВД-Инфо, который тоже формально нигде не был зарегистрирован. Это было объединение, по большому счету, по интересам правозащитников и адвокатов. То есть у государства нет сейчас никаких тормозов для того, чтобы признать кого угодно, кем угодно и чем угодно. Никто это не обосновывает, никто не собирается говорить о каких-то критериях. Нет, просто, достаточно того факта, что вы нам не нравитесь. Как бы если вы нам... Ну, так, слегка не нравитесь. Это иностранный агент. Если вы нам сильно не нравитесь, это нежелательная организация. И естественно, что эти все законы, всю эту репрессивную практику придумывали не для того, чтобы вдруг взять после выборов и ее отменить. Нет, было сказано уже и уставами того же самого Пескова, что ничего отменяться не будет, несмотря на все петиции, на все обращения. И мы видим, что когда скопом заносит в этот список сразу 20 человек, 20 региональных координаторов того же голоса, ну, понятно, что это прецедент. Такого раньше не было. Так что будет и 20, и 100, и 200, и сколько угодно. Да, в принципе, ничто не мешает. Называть врагами народа – это давняя хорошая привычка в России. Да, действительно, были враги народа, теперь иностранные агенты. Алексей, хорошо, у меня будет такой последний вопрос к вам. На ваш взгляд, все-таки, вот в сложившейся той ситуации, которая сейчас есть, каким-то образом стоит ли рассчитывать, что кого-то из этого списка по тем или иным формальным основаниям можно будет убрать? Тем более, что формальные основания существуют. То есть, как такая имитация оттепеля, например, либо пока даже первых признаков этого ждать не стоит? Нет, безусловно, да. Я думаю, что смерть станет формальным основанием для выписки нескольких человек оттуда. Ну, там, человек несколько лет, дай бог, не сейчас, да? Других формальных оснований я не вижу. Потому что сейчас, когда идут суды, и признанные вот этими НКО иноагентами люди пытаются, на СМИ, вернее, иноагентами люди пытаются оспаривать этот статус, в суд приходит Минюст и говорит, вы знаете, а мы не скажем вам, почему мы вас признали. Это секретная информация для служебного пользования, точка все. То есть, никаких оттепелей ждать не приходится. Да, это было бы столь же наивно, как ждать оттепеля, ну, не знаю, там, при позднем Брежневе. Ему зачем? Вот на вопрос, зачем, ответа нет. Действительно, много вопросов, на которые нет ответов. Алексей Обухов, главный редактор проекта СОТО, был на прямой связи со студией. Говорили мы об иностранных агентах, а также о врагах народа, ну, которые теперь называются иностранными агентами в терминологии нынешнего Кремля. К этой минуте у меня все. В рубрике по скриптам с вами встретится моя коллега Наталья Быстрицкая. А мы увидимся и услышимся в программе Пульс недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова